Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. Сегодня мы вам расскажем о тех книгах, которые прочитали в ноябре. И сразу скажу о том, что для меня ноябрь в этом году был самым провальным месяцем по чтению, как по количеству, так и по качеству. Для меня тоже, но мы еще посмотрим, какой будет декабрь. Сложилось у нас в ноябре все не просто так. С одной стороны, было очень много нехороших событий, а с другой стороны, очень много хороших. И вот эти эмоциональные качели сделали так, что нам в ноябре было не до книг. Но, тем не менее, у меня за ноябрь получилось 14 книг. Правда, среди этих 14 у меня есть одна манга и один комикс. И я в основном читала, у меня был целый блок, и я вам расскажу отдельным блоком, книги о Фейре. Не могу сказать, что они меня сильно вдохновили, порадовали. В основном я плевалась, но честно читала дальше. Зачем? Я, кстати, не совсем понимаю. Реально Катя плевалась на эти книги, но упорно читала дальше, чего, в принципе, ни я, ни она. Мы так не делаем обычно. Но в ноябре у меня всего лишь 4 книги прочитанных, а не 14 Екатерина Евгеньевна. Мне 14 мало. Из этих 4 книг, 2, это было то самое чтение, которое я брала, чтобы расслабиться, но мне кажется, что я с этими книгами просто отупела. И самое смешное, что я тоже упорно читала их до самого конца. Так, давайте я вам покажу сейчас свою худшую книгу и свою лучшую. Худшую я покажу, самую худшую, покажу чуть позже, она у меня как раз-таки в блок про Фейре попала. И еще одна книга, это третья часть про леденящие душу приключения Сабрины Тропа ночи Сара Рис Бреннан. После этой книги я решила точно, что больше вот эти томики я собирать не буду. Как бы мне не нравился первый сезон сериала, как со второго сезона Сабрина стала скатываться в какой-то бред, точно так же происходит с этими книгами. Там сюжет скатывается в какой-то бред, и он очень стал близок к тому, что происходило в сериале. Я этого читать не хочу. Мне второй Ривертейл в моей жизни не нужен. Я его бросила и это бросила. И лучшей книгой ноября стал третий том комикса «Трансметрополитен». Он совершенно прекрасен по-прежнему. Я его даже не дала Свете почитать, вот так я с ним обнималась. У него вся история получается одинаково ровной. Ну, я читала «Трансметрополитен» раньше в электронке, а теперь я просто рада держать это в бумаге. Каждая глава такая же плотная, насыщена событиями. Она также эмоционально вас просто вздергивает, раскурочивает. Мне нравится слово «вздергивает». Вы не сможете остаться равнодушным. «Спайдер Иерусалим» научит вас быть неравнодушными. Я обожаю «Трансметрополитен» и Света теперь тоже. Начну с тех книг, которые мне очень сильно не понравились. Я рада, что я не покупала бумажные версии, а взяла их с собой в электронном варианте, в поездку. Думала, как раз расслаблюсь. Меня что-то развлекет. В поездку в начале ноября. В начале ноября, да. В итоге меня невероятно взбесило, что одна книга, что вторая. Первая – это «Оникс и слоновая кость». Я рассчитывала на такое добротное, подростковое, даже не подростковое, а именно на добротный «Янк и Далт», «Фэнтези Мири». Главная героиня у нас Кейт. Она дочь предателя. Этот предатель работал в прикоролевском дворе. Он был очень приближен к королю, работал там с лошадьми. И внезапно в какой-то момент он этого короля попытался убить, за что был казнен. Кейт из страны уехала. Теперь она живет совершенно в других обстоятельствах, в других условиях и работает на почте. Она перевозит почту, а путешествия по этому миру, они крайне опасны. Потому что в этом мире водятся драконы, которые очень часто нападают на путешественников. Поэтому работа почтальона не только опасна, но еще и коротка. Очень часто хам-хам драконы этих почтальонов и другие существа кушают. Наша Кейт раньше очень тесно общалась с принцем. У них там любовь-морковь. И он ее, как она считает, предал, потому что не поддержал и не заменил, не попросил своего отца заменить для ее отца казнь какой-нибудь ссылкой или еще чем-то. Причем сама Кейт, она тоже не понимает, что случилось, какие обстоятельства толкнули ее отца вот на это предательство. Что меня и когда я начала беситься? Дело в том, что очень часто Янка Далл – это вторичная переработка какого-либо фэнтези, выхватывание каких-либо идей. Но здесь вот эти вот выхватывания уж слишком похожи. Я не могу ни на плагиат, нет, ни в коем случае. Но уж слишком вторичны и совершенно не переработаны. В этом мире существует два вида магии. Одна магия, которая признана, это обычная магия. Вторая магия – это магия, которая позволяет человеку вступать в связь с животным. В смысле, в психологическую связь. Ты можешь управлять животными, общаться с ними. И вот у нашей Кейт есть вот эта дикая магия. Если мы проводим аналогию, то это, конечно же, скилл и уит Робин Хобб в ее шести герцогствах. Господи ты, боже мой, какое сложное слово. Конечно же, дикая магия запрещена, когда узнают, что у тебя дикая магия, за тобой начинается охота, тебя там казнят, изгоняют и так далее и тому подобное. И вот вся магическая сторона – это просто вот взято, да, из королевского убийцы и без каких-либо там интерпретаций чего-либо еще вот так вот вброшено в эту книгу. Я не понимаю, зачем делать вот настолько откровенно, просто взять чужое и никаким образом вот не подстроить его под себя. Смотри, как обидно. Если эту книгу прочитать первый в подростковом возрасте, а потом постарше обратиться к Робин Хобб, будет казаться иначе. Будет наоборот. Я не могу сказать, что, знаете, как-то очень плохо написано, достаточно добротно, мир такой вот, не сказать, где дыры какие-то есть или еще что-либо подобное. Нет, очень такое плотное повествование, динамичное, но вот эта вот постоянная магия, причем даже вот как-то введение этой магии в этот мир, да, и читателя в сами обстоятельства того, как что там происходит, оно очень сильно мне напомнило именно саму структуру королевского убийцы. И меня это очень сильно напрягало во время чтения. Конечно же, наша Кейт и вот этот самый принц Корвин, по-моему, его звали Корвин, если я не ошибаюсь, они снова встретятся и у них снова завяжутся отношения. Но я не могла отделаться от мысли. Вот я как раз, когда эту книгу читала, думала о том, что даже не вторичное уже это произведение. Это произведение, я уже не знаю, пятая версия одного и того же. И меня, в принципе, очень смущает, что многие авторы Янг и Далта, они действительно третичны, четвертичны по отношению уже к самим себе же. Даже уже не к какому-то там фэнтези или другим сказкам, историям или еще чему-то, они такое впечатление, что варятся в одном котле, и у них вот этот котел, он общий, один на всех, и все из него... А другие идеи туда не поступают. Да, все из него черпают, и там уже на донышке осталось, и все это дело скуднеет, скуднеет и скуднеет. Это очень грустно. Светлана, как всегда, поэтично. Но тем не менее, на фоне всего этого есть совершенно прекрасные авторы, которые пишут совершенно прекрасный Янг и Далт. Конечно же, я просорвалась. Хотя Сара Маас, это не Янг и Далт, это ромфант чистой воды. Так, ну что, мне теперь можно говорить? Можно, да. Просто, знаете, вот эта вот книга «Оникс и слоновая кость», про нее сказать нечего. Вот абсолютно. Хорошо. Берегитесь, хотела я сказать. Поэтому я и говорила сейчас, целую речь толкнула. Берегитесь, сейчас будет блог про фейри, от которого я тоже плевалась. Во-первых, мой январь... Ой, какой январь вообще? Что я придумала? Где ты уже живешь? Ноябрь. Я тоже не знаю, где я живу. У меня дни... Я с трудом сейчас вспоминаю дни недели. Видите, здесь вот вброс новогоднего настроения. Ну, а новогоднее настроение – это ты, белка в колесе. Мой ноябрь, если говорить о книгах о фейри, начался вот с этой книжки. «Лекси Райан. Эти лживые клятвы». И вот здесь внизу было написано. Я говорила, по-моему, об этом в покупках. Для всех поклонников Холли Блэк и Сары Маас. Ребят, я бы написала другое. Я бы написала «Лекси Райан переписала Сару Маас и ее королевство шипов и роз». Вот как Света сейчас говорила про этот котел, здесь то же самое. Во-первых, я когда дочитала эту книгу, я полезла смотреть, кто такая Лекси Райан. Так вот, Лекси Райан впервые написала фэнтези. А до этого она писала современные любовные романы и все ее обложки. То есть это те самые романы, где у вас голые мужики на обложке. Даже иногда почему-то на этих обложках уже лиц нет. Знаете, чисто вот торс сфотают. Ну и все. Больше ничего не надо. И торс один на всех на эти обложки. Главное, что есть тело. Если Сара Маас в первой книге «Королевство шипов и роз» сделала изначально переложение «Красавица и чудовище», при этом мне нравится, как она это сделала, то здесь у нас изначально переложение «Золушки». Наша главная героиня Бри живет в мире, где есть магия. Она живет с младшей сестрой, в коморочке. Поскольку у нее погибли родители, она живет у тетки, ведьмы, у которой есть противные дочери. И они всячески третируют эту Бри и ее сестру. А те вот чуть ли не в обносках несчастные. Но Бри, человек со стержнем, она должна этой ведьме оплатить долг. Причем откуда этот долг взялся? Почему он все время растет? Если она днем работает уборщицей, то ночью она супер-пупер воровка. Бри ненавидит Фейри. У нее очень четкая позиция. В этом мире знают, что существует Фейри. У Фейри есть отдельный какой-то там мир. И они иногда появляются в мире людей. Но у нашей Бри младшую сестру продает тетка Фейри. И чтобы ее спасти, Бри идет в мир Фейри. Вот я вам показываю, как она идет. Естественно, она встречает принца по имени Ронан. Оказывается, этот принц был ее другом в мире человеческом. Он был под мастерьем волшебника-соседа. И все это время он скрывался там. И она кидает, вот Лекси Райн, она кидает здесь сразу любовный треугольник. С одной стороны, у нашей Бри вот этот Ронан, принц, замечательный, чудесный, который очень любит Бри. Вообще он всячески там за ней ухаживает. И, в принципе, производит приятное впечатление. И принц с другого двора, принц-изгнанник, бедная несчастная конфетка грустная, у которого есть свое сопротивление. Он прячется чуть ли не в катакомбах. Его зовут Финн. И он начинает, собственно, тоже с этой Бри дружить. Один маленький плюс я в этом вижу, поскольку у Бри, в отличие от очень многих героинь Янка Далта, есть все равно понимание, что ей надо спасти сестру. То есть мы хоть и обращаем внимание на голый торс, но про сестру мы всегда где-то помним. Это уже очень хорошо. И я, несмотря на то, что как бы, ну, вот так вот я прочитала, я буду читать дальше. Потому что мне понравился плохой принц. Это все очень похоже на Королевство Шипов и Рос, весь этот любовный треугольник. Эти мужчины с татуировками, которые такие все благородные. Они там что-то скрывают. Там отношения между ними, между героями развиваются точно так же, как в Королевстве Шипов и Рос, любовная линия. Да, и секс здесь тоже есть. Это взрослое чтение. Просто опять-таки, что меня бесит, Королевство Шипов и Рос, оно уже вторично. И не просто даже вторично, я бы больше сказала. А это уже переписано с Королевства Шипов и Рос. Да. И я думаю, что Лекси Райан решила отойти от своих современных любовных романов вот к такому подростковому фэнтези. Именно потому, что истории с магией продаются лучше. Но это тоже Ромфанд или все-таки Янка Далл? Я бы сказала, что это Ромфанд на самом деле. Хотя, да, его позиционируют больше, как Янка Далл. Ну, и в принципе, наша героиня меня не бесит, не считая каких-то отдельных моментов. Это не спойлер. Если что, тут совершенно бомбический финал, такой вот бесячий в духе Сары Маас, что надо читать дальше. Я прочитала две книги из серии «Немецкая романтическая фэнтези». Вообще, теперь у меня очень большие вопросы к этой серии. Я не знаю, буду ли я вообще спосматривать и как-то за ней следить. Во-первых, худшая книга месяца. Габи Войлера «Принц Фейри». Главная героиня у нас, Тия, живет в Виновии, в королевстве человеческом, где уже 16 лет зима. И она хочет, вот знаете, единственный человек, который чего-то пытается добиться. Она идет по лесу замерзшему. Ну, заметьте, она каждый раз показывает, когда кто-то куда-то идет. Ну, понимаешь, когда они уйдут упорно, я же так и представляю, как она вот так вот. Она идет, вот единственная за все 16 лет, думает она сейчас, приду в мир Фейри, скажу им, а ну-ка перестаньте нам делать холодно. Они такие, ну где же вы раньше-то были? Вот вам остальные три сезона. В лесу она встречает загадочного парня, который оказывается в Фейри. И вот здесь начинается настоящая сказка, потому что он ей говорит, я тебя проведу в мир Фейри, если ты выполнишь три моих желания. А чтобы мы их выполнили, тебе каждое утро на твой подоконник в доме будет оставлен цветок. Этот цветок будет во что-то превращен. Знаете, три орешка для золушки, здравствуйте. Эта Тия немножко напоминает Фейру в начале королевства Шипофорос, только эта девочка помладше. Ну, по ощущениям моим, я не помню, сколько ей лет. Она единственная кормилица своей семьи. Причем в ее семье есть мать, которая все время поджимает губы, и она как бы, ну вот тебе бульон пустой, на, поешь. И братец, который все, что делает, это бухает и отбирает у нее деньги. И хочет, чтобы она вышла замуж за его дружка, который тоже бухает. А ее дружок, его, вернее, дружок очень плохой. Наша Тия заключает сделку с Фейрим. Ей начинают эти цветочки падать на подоконник. Первый цветочек оказывается костюмом дворянина. Она вступает в королевский турнир, как парень, выигрывает его. И так она идет в мир Фейри. Естественно, этот загадочный парень оказывается принцем Фейри. Если более-менее начало меня настраивало на то, что, ну окей, это сказка, оно так и продолжило быть сказкой. Оно слишком детское, оно слишком сказочное, оно слишком какое-то слащавое. И у меня периодически просто закатывались глаза. И здесь все очень чисто и невинно между нашей главной героиней и принцем Фейри. Только один поцелуй до свадьбы невинный. Я бы посоветовала эту книгу вот всем 12+. Может быть, в 12+, эта книжка и понравится. Мне же она не понравилась, потому что она очень... То есть претензии к твоей книге – это что она сказочная и секса там не было, да? Она слишком слащавая. Следующая книга из той же самой серии «Осколки серебра и льда» Кордея Лаура. Просто послушайте аннотацию и сравните ее с принцем Фейри. Между человеческой страной и страной Фейри стоит барьер. «Но в мире человеческом царит весна и лето, а в мире Фейри вечная зима». Один котел, просто один и тот же котел, из которого все тащат и даже не стараются, реально не стараются разнообразить. Они все своим видением. Они все знают в человеческом мире, что в мире Фейри живет страшный злой принц, которому каждый год надо поставлять красоток. Что с этими красотками происходит? Как они там живут? Никто ничего не знает, но все знают, что он злой. Вот это описание того, как ему поставляют этих девочек, вообще никакой логики. Просто вот так должно быть. Все, поверьте в это, примите это как должное, терпите. В этот раз жертвой выбрана принцесса, ее зовут Верис, и она попадает в мир зимы. И наш принц, вот он как у Холли Блэк, жестокий принц этот Карден, его надо растопить. Его сердечко надо растопить. И вот если первая книга «Эти лживые клятвы» мне напомнила Золушку, да, «Принц Фейри» мне напомнил «Три орешка для Золушки», то эта книжка мне напомнила немецкую же сказку «Каменное сердце». Много событий, опять-таки все очень чисто и невинно. Обеим книгам из этой серии я поставила 4 из 10, но «Принца Фейри» выбрала самый худший, именно потому что она была первой. И закончила я свой блог для Фейри, уже не знаю зачем, я прочитала вторую книгу из серии «Железные Фейри» Джули Кагавы «Железная дочь». Я ее, оказывается, уже читала. Самая тупость уже началась в начале, и главная героиня Мэг начала меня бесить больше. Она попадает во двор неблагой, двор зимы, и ей главный принц наш, Эш, ее любимый, говорит, что я во дворе, в своем, буду делать вид, что у нас ничего нет, я тебя не люблю, вообще никаких отношений, иначе нам будет хуже. Первая аудиенция у королевы. «Почему Эш не смотрит на меня? Я вот его глазками-то провожаю, я тут ему всячески намекаю». Ну вы же договорились. Ты что, забыла? После этого меня все раздражало. Буду ли я читать дальше? Да, буду. Я уже купила третью книжку, потому что обложка красивая. Я буду как Света. Потом я думаю, что я от этих книг буду избавляться скопом. Вот такой у меня был блог Аферия. Кстати, сейчас читаю последнюю книгу Сары Маас про Несту. Она меня страшно бесит. А я только на третьей главе. Я не знаю, как я переживу эти 800 страниц. Понимаете, весь провал ноября. Просто. Это действительно просто. Я хотела отдохнуть. Отвратительное чтение попалось. Хотя в жанре Янк-Далт очень много хороших произведений. Следующая книга, которая мне ужасно не понравилась, которая вызывала во мне дикий смех. Я иногда просто скручивалась в какую-то улитку, потому что у меня животик уже болел от смеха. Она называется «Проклятие одиночества и тьмы». Неважно даже, кто автор. И ко всему прочему, если уговорить, что вот «Оникс» и «Слоновая кость» еще так хорошо, добротно написан, эта книга написана совершенно отвратительно. Здесь у нас главного героя. Ребята зовут Рен. Это интерпретация сказки «Ретеллинг», сказки «Красавица и чудовище». Рен-принц. Он живет в замке. И периодически, где-то раз в три месяца, с ним случается страшное. Он превращается в монстра. И он тогда себя не контролирует. Он убивает абсолютно всех, кто ему встречается. Там уже он выкосил весь свой двор, выкосил своих родственников. И только у него один капитан стражи еще держится и как-то ему прислуживает. На Рена одна колдунья наложила проклятие, что он избавится от этого цикла, потому что он реально находится в определенном цикле. Ему приводят девушку, вот этот самый капитан гвардии его. Ему приводят девушку. Он всячески старается, чтобы она его полюбила. За отведенный срок она не испытывает к нему абсолютно ничего. Он превращается в монстра. После этого ему снова приводят девушку. Подожди, а этих девушек он убивает? Он в монстра превращается. Прекрасно. Понимаешь? Он превращается реально вот в зверя кровожадного, в котором ничего человеческого не остается. Когда наконец-то его девушка какая-то полюбит, все это закончится и будет он жить долго и счастливо. Меня, во-первых, смущает одно. Наш Рен вот в этом цикле находится уже 328 раз, по-моему, там было написано. То есть к нему во двор уже попало 328 девушек. Ни одна его не полюбила. Все хлопали глазками, смотрели на драгоценности, на платье. У них сразу, боже мой, вау-вау, как прекрасно. Мне непонятно. Ему девушек, это другой мир. Ему девушек этот капитан гвардии приводит из нашего мира. В нашем мире не знают о существовании вот этого мира. И все девушки, которые попадают во двор, их реально похищают. Выдергивают из привычных обстоятельств и бросают во дворец к этому Рену. Как только они видят шелка и платье, они все начинают млеть. Рен красавчик, они тоже млеют. Но вот искренней любви у них нет, потому что они все корыстные. Я не понимаю отношения вот подобного к женщинам самих авторов Янка Далта. Они сами весь род женский принижают до невозможности. Представьте, 328 девушек. Ни одна не оказала ни на секундочке, ни сопротивления, ни в чем не засомневалась. Просто она видела драгоценности и у нее отшибало ум. Во-вторых, у меня большой вопрос. Почему за все это время из 328 девушек ни одна не заинтересовалась Реном? Может, с ним что-то не так все-таки? Может, не в девушках причина, на которых он грешит? Может, все-таки причина в нем? Она виновата сама. И единственная, Харпер, которая, попав во дворец, начала сопротивляться сразу же. Она сразу же показала свой буйный нрав, несмотря на то, что у нее там есть физические недостатки. Она сразу тут пресекла. Ни на платье не смотрит, ни на принца не смотрит. То есть, а эти девушки, они там в шоке не были, что они вообще попадают? Никто не был в шоке. В шоке оказалась единственная вот эта Харпер. Все остальные, я же говорю, только как они видели красавчика, видели свою спальню, видели, какие им платья предлагают, у них все, у них отключало полностью мозг. А сама вот, да, автор этого романа, сама писательница, она вообще понимает, как она представляет, собственно, женщину. Женщина – это существо, которому абсолютно все равно на обстоятельства, абсолютно все равно, с кем она оказывается рядом, лишь бы были драгоценности, шмотки и пирожные. А, ну и он еще, чтобы красавчиком был, а то если бы он не красавчик, наверное, все пугались. Я вот сидела, я когда это читала, вот я не знала, с одной стороны, то ли смеяться, то ли плакать. Это все абсолютно нелепо, нелепо до такой степени, ты не веришь ни в одного персонажа. А, самое главное же, вот тоже еще одна, вот вишенка, да, на тортик добавим еще одну вишенку. Колдунья прокляла нашего принца, он отказался с ней переспать. Ну, ну вот просто, ну вот какое-то говнище, я начиталась говнище. Хорошо, что это всего было две книги, а не как у Катьки больше. Ну, а я почему-то продолжала читать, ребята, но у меня в ноябре случилась любовь. Я уже Светку задолбала с этим, я купила все книги на бумаге, вы их увидите в следующих покупках. Ладно, простите меня за слово говнище, но мы об этом говорим всегда. Если вам это нравится, а нам не нравится, это не значит, что то, что нам не нравится, это должно не нравиться всем. Так вот, про мою любовь. Я задолбала Светку, мне было лень доставать книги, они там лежат на подоконнике. Более того, Света, спасибо ей большое, она мне нашла мерч официальный и тоже мне его заказала. В сентябре я прочитала Лисю Нарой, а в ноябре я прочитала вторую-третью книжку залпом. Ну, я частично слушала, частично читала и со мной случилась любовь. Мозги вышибло, ничего не хочу знать. Света на меня смотрела. Ну, так же, неудивительно. После того, как ты рассказала вот про эти четыре книги, я задаюсь вопросом до сих пор. Иногда надо. Я себя насиловала этими двумя книгами. Я себе мозг просто вот изъела, мне кажется, у меня мозг после них превратился вот этот в сыр с дырками. Моя ошибка в том, что я, если вижу в аннотации, не-не-не, а фейре, всё, понимаете, всё. Я первая. А я даже не знаю, в чём моя ошибка была. Так вот, ребятки, всё ради игры. Совершенно прекрасная история. Много страданий, все несчастные. Мне очень понравилось, я просто не могу. Но вот всё, как я предполагала, какие у нас завяжутся пары, всё так и случилось. Удивительно здесь для меня то, что это всё очень похоже на спортивную мангу, да, ну, переложением только на западную литературу. Я не любила никогда такие истории. А здесь у нас во главе всего стоит выдуманный спорт Экси. И я даже понимаю, зачем Нора Сакович его выдумала, потому что ей нужен был спорт, где на одинаковых условиях участвуют как парни, так и девушки. Здесь царит полное равноправие. И вот наши главные герои Лисы, которых собирает тренер Ваймак, это отбросы. Люди, которые никому не нужны, у которых в жизни у каждого случились, собственно, жуткие печальки. Но они вместе, они нашли настоящую семью, и постепенно они сдружатся все настолько, что даже старшекурсники с младшекурсниками подружатся. Что мне понравилось ещё? У неё получилось сделать каждого героя настоящим. А у них у всех совершенно разные характеры. За ними очень интересно наблюдать. Они живые, они двигаются, они развиваются, они меняются. Ну и вот, собственно, и всё. Мне больше ничего не надо было. Может быть, да, скорее всего, эти книги пришлись очень вовремя. После вот этого блока про фейри, я не знаю. Мне кажется, это какая-то у тебя прям подростковая влюблённость случилась. Да, мне немножко неловко. И даже когда я читала, ну вы видели книжные выходные, правление волков, не так сильно меня по-прежнему пропёрло по Николаю Ланцову. Отпустила, потому что случилась лисия нора. И я понимаю, за что эта история может не нравиться. Там очень много страданий, очень много какого-то жаскача, мафия, я не знаю, изнасилования. Вот всё, что можно только придумать, оно всё там есть. Мне она не нравится не поэтому. Мне не нравится, потому что это просто вот абсолютная калька реально со спортивной манги, со спортивного аниме. Да. Мне это очень сильно не понравилось. Здесь тоже тот самый случай, когда просто взято за основу уже существующее и не особо-то переработано. Кстати, все отношения, которые завязываются между героями, они есть там же, потому что там всё время все страдают. Но я тут человек, который обожает спортивное аниме и спортивную мангу. Я их просто люблю, не могу. И здесь я когда читала, ну не знаю. Принц тенниса, да, какой-то? Да, принц тенниса какой-то. Но единственное такое существенное изменение, которое у Сакович есть, а его нет в такой манге, потому что в такой манге одни парни. Там иногда кажется, что этот мир, он просто из мужчин состоит. То здесь на равных девушки. Они интересные, за ними интересно наблюдать, они яркие, они никем не притесняются. А если их пытается кто-то притеснить, они ответят. Опять скажу, не знаю, не могу поддержать тебя в этом. Я когда читала первую книгу, ну книга-то одна, а у нас её разделили на три части, да. Когда я читала эту первую часть, вот мне было скучно именно наблюдать за героями, потому что мне казалось, что герои жёванный картон. Ну вот вы видите, а я не очень люблю спортивную мангу. Что они абсолютно, да, не прописаны, ни характера их, ничего. И даже вернее характера она пытается описать характеры, но у неё вот идут ровно шаблонные под копирку, которые уже когда-то созданы, и она просто берёт готовое. Вот мы с ней по этому поводу прям вот ругаемся. Так вот, хотела я сказать, да, мне нравится больше всех Эндрю. Меня единственное, что смущает в этих, Эндрю и Аарон, это близнецы, они оба в команде. Эндрю вратарь. Я никогда не видела в своей жизни вратаря ростом 152 сантиметра. Это тот самый случай. Вот видите, мы не поругались. Да, когда у нас кардинально противоположные. Светочка мне мэрч нашла, спасибо ей. Да я даже сама его купила, понимаете. Мне хотелось видеть лицо, когда она будет это распаковывать. Лицо вот, мне 15, у меня первая любовь. Реально, это сравнимо только вот с Николаем Ланцовым. Первая любовь у меня была в семье. И то, Николай её сейчас... Ой, ты вообще птица ранняя. Николай её сейчас отпустил. Давайте о хорошем. Совершенно удивительная, прекрасная, тёплая история, которая мне очень понравилась. Магазин снов мистера Телергута. Я ничего не ждала от этой книги, когда её покупала. Только покупала по одной причине, что это корейская писательница. А мне очень хочется заглянуть в корейский Янг и Даут. Это мне надо. Здесь рассказывается о мире, который существует во снах. Когда мы, люди, на земле засыпаем, мы попадаем в тот самый мир, где живут другие люди. Они живут на постоянке в этом мире сновидений. Они там работают, они учатся, у них там какие-то проблемы, дела. И когда обычный человек засыпает и попадает в мир сновидений, он может прийти в магазин и выбрать себе сновидение, что он пожелает, чтобы ему приснилось. И выбор сновидений совершенно разный. И вот Магазин снов мистера Телергута, он один из самых популярных, один из самых старых магазинов. И в него мечтает устроиться наша главная героиня. Она попадает на работу в этот магазинчик. По сути, вся эта книжка о её рабочих буднях и отдельные истории о людях, которые купили некие сны. И вот от этой книги реально идёт тепло. Это наидобрейшая история. И, пожалуй, у меня похожие чувства были, когда я читала первую книгу вот Шолоха Антонина Крейн. Здесь всё налаживается, всё хорошо, всё спокойно. Проблемы решаются. Люди находят себя. Очень мне понравился в книге момент о существах, которые живут в мире сновидений, ногтелуки. Это такие большие медведи, я бы сказала, которые ходят по этому миру сновидений и носят с собой кучу одежды. Там пижамы, брюки, потому что многие люди засыпают, спят голыми. И в этом мире они оказываются голыми. И вот эти ногтелуки, видя голого человека, да, выдают ему пижамку. Как это мило. И, в принципе, здесь столько милых моментов, вот каких-то трогательных. Реально. Вот эта книжка, когда вот тебе плохо на твоём сердечке, она как бальзам. Она делает и тебе лучше, и тебя добрее. И всё вокруг тебя становится светлее. И очень много фишек автор придумала для этого мира сновидений. Вплоть до того, как люди расплачиваются за эти сны. Человек платит за сон только после того, как его посмотрят. И платит он эмоциями, которые потом в мире сновидений интерпретируются уже в их валюту. Ещё один момент, который хотела сказать. Здесь же есть создатели сновидений. Эти сновидения создают определённые мастера. И у каждого мастера свой профиль. Кто-то там путешественнические сновидения, кто-то делает сновидения кошмарные, страшные. И казалось бы, зачем человеку покупать себе кошмарное, страшное сновидение? Но в этом тоже есть определённый смысл. Кто-то создаёт романтические сновидения. Ещё раз скажу восторг. Кажется, я в октябре читала книгу «Русалок», которая мне открыла новый мир. На мир хвостов просто. На мир хвостов гламурных. А в ноябре я прочитала книгу «Единорогов». Это последняя книга Кэролин Тёрджин, которая вышла на русском. Я в восторге от этих её книг. У неё три на русском. Книга «Фей», книга «Русалок» и книга «Единорогов». Если вас интересуют единороги, здесь есть всё. Как себе сделать ободочек единорожий? Как провести встречу в стиле единорожья? Какие средневековые рассказы, истории были с единорогами? Вообще, что единороги символизировали раньше, что позже? Какие-то гобелены с единорогами, фильмы с единорогами? Люди, которые интересуются единорогами сейчас. Вот у неё что в книге «Русалок», что здесь, по-моему, есть какой-нибудь, знаете, аристократ-эксперт, который даёт интервью. И здесь есть рецептики. Нам очень понравился один рецепт. Правда, он сложный, и у нас пока нет времени такое испечь. И то, как сделаны вот книги Кэролин Тёрджин, это совершенно прекрасно. Её хочется хранить, её хочется перелистывать. И она оставляет в своих книгах очень много зацепок, на что ещё обратить внимание и куда копать дальше. Ну и, как вы понимаете, не могла я закончить без Сары Маас, потому что сейчас нахожусь в процессе чтения «Стеклянный трон», и я решила, что я вот прям по одной книжечке доберусь сразу до финала. Если, конечно же, «Стеклянный трон» завершён. Я что-то не интересовалась этим вопросом. «Наследница огня» — это третий роман в книжных выходных. Я вам рассказывала, мне очень нравится. Мне очень нравится, как дальше развиваются события. Мне очень нравится, что Маас расширяет мир. И мне очень нравится даже концепция того, как она писала этот цикл. Что «Стеклянный трон» — это её дебютный роман. Это произведение, действие которого разворачивается в одном месте. То есть мы там всё время находимся в замке. Я понимаю, что и самой писательнице дебютный роман было легче писать, когда вот у тебя есть определённые рамки, и ты делаешь какие-то зацепочки на мир. Но уже во втором мы выходим за пределы замка, мы выходим в город, мы смотрим, у нас расширяется поле действия. И в третьем романе мы уже отправляемся на другой континент, и о мире становится всё больше и больше подробностей. Задействуется большее количество героев. И сейчас в третьем романе появились герои, которые вот для меня стали любимыми. Это Манона-ведьма, и Эдион — это брат нашей главной героини Селены. Я забыла имя, я сейчас пыталась судорожно вспомнить, как зовут Селену Сардатин. Насколько я помню, в книжных выходных в комментариях все в восторге от этой Маноны. Меня прям светло заинтересовало. Потому что она реально классная. Это тот второстепенный персонаж, который львиную долю внимания перетягивает на себя от главных героев. Я вообще люблю, когда в циклах, вот в таких объемных, больших циклах фэнтези, когда появляются второстепенные персонажи, гораздо круче, чем наши главные герои. И ты уже потом читаешь цикл не из-за наших главных героев, а именно из-за того, что автор вводит множество очень крутых второстепенных. Буквально, знаете, там у меня с каким-то, вот сейчас не вспомню сразу название, я его читала именно из-за второстепенного героя, но он там появлялся, может, на пяти страницах из всей книги, но это были такие фееричные появления, что у меня дух захватывал. И только ради этих появлений стоило все читать. Мне очень нравится, как развивается, как закручивается интрига. И мне очень нравится, как дозировано и сбалансировано Сара Мас подает информацию о мире, что очень все увязывается в крутую, такую тугую, логичную цепочку. Да, здесь много предсказуемых моментов, действительно много, здесь очень много смешных моментов. Вот как я говорила в книжных выходных, что если говорить о каких-то там битвах, да, и баталиях, ну, блин, ну, реально смешно. Но с другой стороны, я не знаю, я от какой-то вот этой доли наивности, происходящего, ловлю кайф. Это та наивность, которая не делает произведение глупым. И если я Свету донимала весь ноябрь, все ради игры и вообще моей неадекватной реакции, то Света меня, знаете, чем донимала. Ты же помнишь, она мне говорит, там, там железные зубы у ведьм, железные зубы у ведьм. И я, наверное, слушала раз в пять описание, как действуют железные зубы. Я же говорю, Свет, ты мне говорила, ну, я скажу тебе это по-другому сейчас. Нет, меня очень зацепила Манона. Персонаж очень двойственный, ее характер и то, что с ней происходит уже в четвертой книге, как она переосмысливает, да, всю свою жизнь, а у нее жизнь не маленькая. Да, ты зря заговорила про Манону. Ну, вот мое сердце отдано этой героине, очень она мне нравится и очень нравится Эддион. Мне нравится, конечно, Рован, это новый возлюбленный нашей главной героини. Я не знаю, будет ли это для кого-то спойлером, но Сара Маас, она в каждом, да, в каждом своем творении, в каждой своей работе. Ну, пока кроме дома полуночи, там еще ничего неизвестно. Я думаю, что и там все будет точно так же. Она меняет мужчин у главной героини, и мне это тоже нравится. Та самая ситуация, вот знаете, вот мы встретились с тобой там в 14 лет и до гроба вместе, она очень редко... Можно только позавидовать. Да, она очень редко встречается в жизни. И гораздо реалистичнее ситуация, когда ты встретилась с одним, у вас была любовь-морковь, потом через три года вы расстались, и ты нашла другую любовь-морковь. Ну, вот такая вот жизнь, такие обстоятельства. Мне с первого романа очень нравился Шаол. Ну, вот сейчас с этим героем происходит какая-то вот прям нехорошая ситуация, и эта нехорошая ситуация очень надуманно выглядит. Наш главный герой... Ой, Света! Да-да, это то же самое, что в Королевстве шипов и роз, когда автор сознательно просто ломает главного героя. Начинает делать из своего героя плохиша. Но тут, я думаю, в плохиша мы не скатимся по итогу, но наш главный герой, вот этот самый Шаол, он Селену, когда ее забрали с каторги и привезли в замок, вот этот стеклянный замок, где сидит король на стеклянном троне, он Селену тренировал, обучал к тому, чтобы она стала королевским ассасином. И он знал, что это убийца, что фактически Селена, она наемная убийца. И вот тут внезапно, в третьей книге, у него словно, словно он никогда ее не видел, что ли, я не знал. Боже, ты монстр, ты убиваешь людей! Подожди, это не Дорин? В смысле? Нет, это не Дорин. Дорин, кстати, сейчас мне нравится уже гораздо больше, чем Шаол. Мне с первой книжки Дорин понравился. И с ним история с этим принцем гораздо-гораздо интереснее. Короче, не знаю, дико мне нравится этот цикл, читаю с огромнейшим удовольствием и надеюсь, что дальше будет только круче и только лучше. Ну, в книжных выходных я уже рассказала про правление волков и шелкопряда, здесь я повторяться не буду, плюс мы читали «Литературного призрака». Ну, вот такое чтение у нас было в ноябре месяце, реально для меня это самое... Мы себя как-то пытались вот морально поддержать чем-то легким и ненавязчивым. А в итоге я потупела. Оглупилась. 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 Реально, самый провальный месяц года. Вот хуже чтения... Ну, посмотрим еще, что будет в декабре. По качеству и количеству хуже чтения у меня еще не было. Ну, я могу в декабре хотя бы уже за качество сказать, пока мне все нравится. Потому что я читаю четвертую книгу до сих пор одну и больше ничего не читала. Ладно, ребята, обязательно делитесь своими впечатлениями, делитесь, что вы читали в ноябре. Бывают ли у вас такие провальные месяцы? Мне кажется, они бывают абсолютно у всех. Когда и вроде читаешь, а не поймешь, по итогу закрыл и думаешь, а что ты вообще сейчас прочитал? Это на что ты сейчас время потратил? Что это такое было вообще? Зачем? Для чего? Помогите, спасите. Дайте что-нибудь хорошее. И на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, читайте и любите, что любите.